МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу «Народная трибуна». С вами в студии Анатолий Червец. Меня зовут Сергей Зацепин. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Итак, ты вчера не слушал выступление Трампа на ралли? Слушал. Было, конечно. Вы знаете, чем больше я его слушаю, тем больше я понимаю, что каждое такое выступление, это просто вот как такой тупой нож по венам демократов. Почему? Потому что... Ну, я немножко позже расскажу о выступлении, но, вы знаете, я послушал после этого программу CNN, где Вулф Блыцер, если бы он мог и зайти с желчью, он бы, наверное, и зашелся. То есть, они там, где он с Акостой общался. Да, 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 да. Значит, то есть, ну, то есть, они доходят до такого иступления, до такого маразма. Мне это напоминает, знаешь, когда вот кто-то из гипнотизеров вводит какого-нибудь человека в транс, да, и потом не может его оттуда вывести. И вот он таким щелчком ладони по лбу пытается его привести в чувство. Вот такое ощущение. Мне так хотелось своей ладонью дать им обоим по лбу, чтобы хоть как-то их немножко вернуть на землю. Ну, это просто что-то с чем-то. Ну, давайте вернемся к тому, что вчера Трамп выступал в штате Флорида, Флорида, как хотите, так и называйте, в городе Темпа, где он давал свое, как говорится, добро или эндорсмент человеку, который хочет... Он сегодня является сенатором, конгрессменом, I'm sorry, Баб Менендес и... Баб Менендес. Не Менендес. Не, я понял. Не Менендес. Менендес, Баб Менендес из Нью-Джерси. О, май гад. Все, вылетел из головы, вспомню. Короче, этот человек, он сейчас конгрессмен. Он баллотируется на пост губернатора штата Флорида или Флорида. Так вот, Трамп, как всегда, выступал на так называемом ралли в поддержку этого кандидата. Я вам скажу такую вещь, что, конечно, любое выступление Трампа, это достойно, во-первых, уважения, во-вторых, достойно послушать и порадоваться за те достижения, которые вообще происходят в нашей стране. Я... Рон Десантес. Вот, Десантес, Десантес. Да, да, да. Да. Менендес у меня просто постоянно в мозгу, потому что, ну, такого дебила и такого негодяя я в своей жизни больше не видел. Да простит меня Бог. Так вот, Десантес, он действительно, он хороший конгрессмен, он республиканец, он абсолютно последователь Трампа. То есть, он фактически, все те предложения, которые вносил Трамп, он голосовал за эти предложения. И на сегодняшний день Трамп ему, конечно же, отплачивает взаимностью и пытается вывести его в губернаторы, потому что, как мы все прекрасно понимаем, кроме того, что в штате есть представители, ну, или так называемые representatives и сенаторы, очень важно, кто является губернаторами в определенных городах, потому что, в штатах, потому что от этого зависит, ну, такая местная политика этого штата. Так вот, вчера Трамп очень здорово прошелся полностью по всем достижениям. Он прошелся по... затронул иммиграционную реформу, где он действительно считает, что ему ставят палки в колеса по поводу этой стены. Но он очень оптимистичен. Единственное, с чем я был не согласен, он почему-то вдруг сказал, что, ну, если у него не получится построить, получить деньги на строительство стены до промежуточных выборов, значит, это будет после. Мне это, честно, немножко резонуло по ушам, потому что, ну, я понимаю, что нужно быть, конечно, и самонадеянным, и нужно быть оптимистом и так далее, но ведь выигрыш республиканцев на промежуточных выборах, это ведь тоже никем не гарантированно. И пытаться что-то отложить до-после промежуточных выборов, и я не знаю, насколько это... Хотя это может быть просто чисто такой отвлекающий маневр. — Вот в чем. Ведь вопрос стоит о финансах, о финансировании стены. — Стены, да. Необходимо девять, в лучшем случае, девять демократов в Сенате для того, чтобы принять бюджет с учетом строительства стены. Нет, я не знаю, говорить о том, что нет шансов или нет гарантии, ну, нет гарантии, понятно, что нет никаких гарантий, и шансов очень мало на то, что демократы проголосуют за бюджет, в котором есть стена. Потому что для них не важно, они скорее откроют границы, они скорее запустят сюда все эти банды, мастертин, остатки Айсиса, кого угодно, лишь бы не дать возможность Трампу выполнить его одно из самых главных предвыборных обещаний, то есть укрепление границы. Поэтому они будут грызть, кусаться, все, что хочешь делать. Трамп сказал, что он, в принципе, не против shutdown government, то есть закрыть правительство. Республиканцы боятся, и, очевидно, им удалось его убедить в этом, отчасти, может быть, не до конца, что закрытие правительства негативно скажется на промежуточных выборах. Потому что, ну понятно, что 88% республиканцев, что называется, бейс, поддерживают Трампа и его палоси. С этим бейсом выборы не выиграть. Поэтому нужны эти тетки из пригородов, образованные с колледжем, которые хотят спокойной жизни. Они понимают, что стало лучше, что зарплата, что среди женщин безработица низкая там за десятилетия. Они все это понимают, но, тем не менее, если правительство, ты же понимаешь, вокруг этого будет море, шума. Ну, естественно, да, да, я понимаю, но... То есть, республиканцы боятся, что проиграют выборы, поэтому... Интересно, что Mitch McConnell ему уже якобы гарантировал факт финансирования стены. То есть, то ли он пытается Трампа просто за уши оттянуть от закрытия правительства, это может быть. Но он, on the record, он сказал, что он гарантирует, что республиканцы достигнут финансирования стены. Как это будет сделано, я не представляю, но, по крайней мере, мы это имеем на рекорд. Теперь, интересная вещь, параллельно с тем, что Трамп выступал в Tempo, вышли предварительные данные компании ADP. Это компания, которая занимается выдачей, выпиской чеков за зарплату. И, значит, они уже прогнозируют 219 тысяч добавленных работ за июль месяц вместо 190 ожидаемых. То есть, это, конечно, было очень интересным и хорошим подспорьем к тому, что он выступал в Tempo и к тому, что он рассказывал про свои программы, про то, как ему удается с этим совсем справляться. Ну, и меня очень-очень-очень порадовал такое одно выражение, которое, я знаю, опять же, прозвучит как тупым ножом по сердцу для Never Trumpers is the Leftists, где он сказал, что China уже сбрасывает свою сталь на рынок под тарифы и, в принципе, ему это нравится и он считает, что чем больше China сбросит под тарифы, тем это лучше для страны. Ну, идут такие очень достаточно горячие дебаты по поводу тарифов в этой стране, что лучше, что хуже, нужно, не нужно, зачем, почему, но, тем не менее, мое мнение такое, я не являюсь экономистом, я не являюсь политиком, но я знаю такую вещь, что вот все те, которые на протяжении последних сорока лет рисуют прогнозы на разных телевизионных и радиоканалах или станциях, пока что ни один из них ничего толкового не мог предложить сделать или обосновать из того, что делает Трамп. Поэтому я считаю так, есть люди, которые учат, то есть, как в Америке, в американском языке есть такая пословица, те, которые могут, те делают, те, которые не могут, те учат. Ну, вот я думаю, что можно абсолютно спокойно пропустить мимо ушей поучение всех вот этих экспертов, и, чем больше мы будем верить в то, что Трамп знает, что он делает, Трамп, тем более, что он это доказывает, сплошь и рядом, к большому разочарованию Невер Трампа, к большому разочарованию демократов, он это делает. Поэтому я считаю, что люди, которые действительно считают себя, ну, мне не нравятся такие лейбл, там, Трампист, не Трампист, но, по крайней мере, люди, которые, если они считают себя по-настоящему приверженцами политики Трампа, многие его не любят как человека, это другой разговор, но те, которые себя считают приверженцами его политики, просто должны дать ему время и верить в то, что он действительно знает, что он делает, и... Что касается тарифов, понимаешь, те, кто видят в его политике положительные, ну, уже ощутили на себе положительные результаты, и понимают, что поднятие тарифов Трампом не является самоцелью, а является инструментом давления на страны, которые по отношению к нам ведут себя недобропорядочно, те понимают, что это такое. Некоторые просто этого не понимают, не видят, не хотят видеть, а кто-то использует это для того, чтобы в очередной раз покритиковать его, так называемые Нева Трамперы и так далее, просто есть повод покритиковать, потому что, безусловно, поднятие тарифов несет в себе и некие отрицательные последствия. Естественно, потому что это тексты, это налоги. Да, это налоги, это понятно. Но если принять за аксиомы то, что это инструмент для того, чтобы добиться справедливого торгового баланса, тогда можно понять это. Но те, кто хотят это понимать, понимают. Те, кто не хотят это понимать, не понимают. Или делают вид, что не понимают. Некоторые советуют. Ведь эта проблема существует не первые десятилетия. Конечно. И об этой проблеме говорили все предыдущие администрации, все предыдущие президенты. И вот они говорили, и они периодически встречались, выступали, выходили на трибуны, и говорили, да, вот как-то неправильно все это происходит. Нет, у нас тариф на нашу продукцию, тариф 35%, а мы всего берем или ноль, или два с половиной процента. Это несправедливо. И Европа, да-да, кивала головой и ухмылялась себе потихонечку. Да-да, говори-говори. Некоторые советуют, ну вот, в принципе, то, что Трамп пытается сделать, это хорошо. Но вот, скажем, вот эту часть, как поднятие тарифов, вот это надо было бы... Если бы он не поднял тарифы, все шло бы так же, как оно шло десятилетиями. Никто бы не реагировал. Китай, серьезная проблема, колоссальная проблема. Карлсон Такер постоянно напоминает нам, что Китай представляет реальную угрозу для нашей страны. Не Россия, а Китай, потому что экономики наши идут совершенно рядом. Китай внедряется во все географические положения. Китай вооружается колоссальными темпами, у него колоссальная финансовая поддержка. Поэтому Китай ворует у нас интеллектуальные собственности в год где-то на 400 миллиардов долларов, как говорят специалисты. И с этим что-то нужно делать. Как ты с этим что-то будешь делать, уговаривать? Если ты ничего не делаешь. Уговаривать? Дорогой друг, давай-ка вот ты перестань 400 миллиардов долларов у нас воровать. Да, конечно, завтра перестану. Ну, бред. Если нет поддержки, если нет реального инструмента, с помощью которого можно надавить на партнеров, назовем так, по переговорам, никто не будет твои интересы преследовать. Каждый преследует свои интересы. Поэтому... Ну, есть еще небольшая тема, которую я... Давай попробуем принять звонок и потом перейдем. Опс, не дождался. 847-400-5200, телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Приглушите радиоприемник, слушаем вас. Да, я просто хочу вам сказать. А мне кажется, что это все проблемы, и все это вот так пролоббировано. Эти страны, Китай, все это обтратили такие сумасшедшие бабки, чтобы все эти тарифы никогда не были подняты. И те, кто против, они просто наживали сумасшедшие деньги. Нет сомнения в том, что значительная часть политиков в Вашингтоне обогатились за счет Китая, за счет того, что они поддерживают китайские интересы, безусловно. Безусловно. Чудес на свете не бывает. Я это рассказывал, у меня один человек это рассказывал, что вы понимаете, что в Америке, в Америке тоже посылают свои машины в Японию, что и японцы к нам, только у нас каждый день проверяют эти машины, скажем, будут тысячи человек, а у японцев только два. И поэтому на маркет наши машины выходят там две-три штуки каждый день, а у нас выходят по тысячам. Вот и все, и когда их спрашивают, что случилось, то у нас больше рабочих рук нет. Так что все здесь продумано, и все сделано так, чтобы было все против нас, и все для них, и все. Спасибо. Ну вот есть такая тема, которая в последнее время просто на слуху у всех, и она меня настолько заинтересовала, что я решил сделать небольшой ресерч. Тема эта называется 12 миллиардов, которые Трамп решил выдать фермерам, знак поддержки, вследствие того, что там Китай, допустим, перестал покупать какую-то продукцию и так далее. Опять же, для тех, кто здесь живет достаточно давно, ну, по крайней мере, до 80-го года, мы помним, и я специально пошел на Google, вернее, в Википедии посмотреть четко дату, когда это было сделано. Это был 22 апреля 1985 года, когда в Америке впервые официально был создан такой концерт в поддержку фермеров и для сбора денег этим фермерам. Значит, этот концерт, в котором выступали там, ну, действительно, десятки очень популярных звезд, включая и Майкл Джексона, и Стиви Вандер, и так далее, Дана Саммер. Так вот, все те, которые кричат, что вот наши несчастные фермеры, наши соя, бин, производители, они страдают из-за того, что Китай, там, мы подняли тариф, и Китай перестал покупать. Ребята, значит, во-первых, я могу вам рассказать небольшой сюрприз, помощь фермерам выдается каждый год. Кстати, последний раз, когда была сделана такая достаточно серьезная дотация фермерам, это был в прошлом году, в 17-м году правительством, до этого это было в 15-м году, ну, и так далее. То есть, если вы посмотрите историю поддержки фермеров, она проходит, начиная вот в 85-е годы, это был Ранул Рейган, это был Билл Клинтон, это, то есть, все подряд президенты. Причем, 85-й год, это было до нефта. То есть, вам сегодня все говорят, вот, мы вышли из нефта, и теперь наши фермеры не знают, куда девать свою продукцию. Ребята, еще нафта не было тогда, когда фермеры уже не знали, куда девать свою продукцию. Почему? К сожалению, фермерство, это такая вещь, наверное, самая непредсказуемая. Почему? Потому что, смотрите, во Флориде вдруг прошли ураганы, все, покосили все цитрусовые деревья, лимоны, апельсины, мандарины, все уничтожили. В Калифорнии прошлись какие-то там ливни сумасшедшие, все, уничтожили клубнику, землянику, блубери и так далее. На Среднем Западе, если идут сильные дожди, или если мало снега выпадает зимой, нет этого покрова снега, значит, не всходит пшеница, не всходит кукуруза. А ведь фермеры под все это берут, одалживают деньги, вы поймите, они ведь живут же не за свои деньги, они одалживают деньги, потом они что-то производят в расчете на определенную сумму прибыли. Часть они отдают долги, и часть остается им на следующие там разы. Понимаете, поэтому вот этот факт, что сегодня все кричат, вот Трамп вынужден был дать из-за своей вот этой идиотской политики. Ему пришлось выдать 12 миллиардов дотаций фермеров. Ребята, а то, что Обама потратил триллионы денег на то, чтобы выкупить банки, на то, чтобы выкупить вот эти все большие автомобильные концерны, корпорации и так далее. Ведь это тоже было, и ничего страшного, все пережили, все переживали. Поэтому не бойтесь вот этих тарифов, не бойтесь того, что делает Трамп с экономикой. То есть оно работает, оно действительно работает. А все то, чему вас учат так называемые левые, заинтересованные правые и так далее, это не более чем бабушкины сказки. Все нормально, оно все идет своим чередом. Америка достаточно сильная страна. Она наоборот, именно вот сегодня, когда экономика действительно растет, когда экономика развивается, вот именно сегодня мы в состоянии торговаться с тем же Китаем, с тем же Евросоюзом. Потому что когда экономика полтора процента, как она была при Обаме, естественно, куда мы пойдем, с кем мы пойдем торговаться, мы рады любой копейке, которая приходит в нашу казну. А вот сегодня, когда эта экономика действительно развивается, и мы начинаем что-то производить, и мы начинаем получать деньги, и покупная способность у людей возникает опять по-новому. Люди открывают глаза, начинают ездить, начинают покупать какие-то дорогие товары в виде машины и так далее. Теперь, ну, для тех, кто знает по поводу автомобильной индустрии, если мы возьмем такую корпорацию, как Тойота, у Тойоты, вы знаете все, что такое ВИН-номер, или вы многие называют ВИН-номер. Это тот номер, который, вот, серийный номер машины, да, значит, особенно, почему я взял Тойоту, у них это самый такой лучший показатель. Если вы смотрите на ВИН-номер, когда-то, лет 20 тому назад, все японские, то есть все Тойоты, которые были сделаны в Японии, начинали с первых двух букв J-A, то есть Japan. И все машины Тойоты, которые сюда приходили, они все производились в Японии. Потом, вдруг, эти машины начали производиться в Канаде, и первые две буквы начались с букв C-A, то есть Canada. Потом машины начали производить в Мексике, и мы получили буквы KML, там, что-то в этом роде. То есть, поверьте мне, как даже на сегодняшний день лицензированному страховому агенту, я еще ни разу не видел ни одной Тойоты, которая бы производилась у нас в Америке. Ни разу. Мексика, Канада, Япония. В Японии вообще уже они перестали их производить, вернее, они их перестали сюда присылать. Значит, машины, которые мы здесь получаем, это опять же Мексика, это опять же Канада. У нас с ними был нефта. North American Free Trade Agreement. Почему вы думаете, столько машин перестали привозиться из Японии и начали привозиться из Мексики и Канады? Потому что тарифы бесплатные, у нас был Free Trade Agreement с ними. Но то количество, которое мы поставляли в Мексику и в Канаду, даже близко не подходит, то есть продукции, близко не подходит к тому, что мы закупаем у этих стран. Вот вам откуда разница вот в этих нехватка денег, то есть вот в этих тарифах, дефицит торгового баланса. Конечно. Вот откуда оно все идет. И все то, что вам рассказывают, что мы, там Мексика, как они на нас обидятся, допустим, обижаются, у нас с ними 63 миллиарда дефицит торговли. 63 миллиарда. У нас с Канадой там что-то, по-моему, 170-180 миллиардов дефицит торговли. Я уже не говорю там про Китай и Евросоюз. Поэтому, если вы считаете, что мы должны продолжать кланять перед всеми голову и разрешать всем остальным зарабатывать деньги, а самим сидеть на бабах, ну, я извиняюсь, это, наверное, страна не для вас. Поэтому, верьте в Трампа, верьте в его экономику, все будет в порядке. Продолжим буквально через несколько минут. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Могла бы я вас спросить, что-либо слышно суда над монофоркой? Ну, да, пока, то есть, вы понимаете, то, что сейчас происходит там в суде, если вы ждете именно результатов суда, это еще будет не скоро. То есть, они там действительно очень серьезно прикручивают гайки, вплоть до того, что вчера, это при том, что в первый день слушаний судья обратился к присяжным и обратился к прокурорам команды Малера о том, что он не хочет слышать ни одного слова «Трамп», ни одного слова о «Трампе» и так далее. То есть, это суд над Менафордом, он не имеет никакого отношения к тому, что произошло, вери, к тому, что Малер или демократы считают было русским сговором и так далее. То есть, для тех, кто, может быть, или не знает, или еще не узнавал, то есть, суд происходит над Менафордом за то, что он сделал в 2005-2006 годах, задолго до того, что он стал управляющим менеджером компании «Трампа». Суд над ним идет за то, что он якобы отмывал деньги, за то, что он якобы занимался мошенничеством и так далее. Ну и, естественно, все это делается для того, чтобы его прижать к стенке достаточно для того, чтобы он начал что-то рассказывать о предвыборной компании «Трампа». Но судья, который председательствует в этом суде, достаточно умный, очень толковый человек, достаточно не... не коррумпированный в том смысле, что он хочет добраться до правды, и он абсолютно не собирается способствовать Малеру в его расследовании по отношению к Трампу. Короче, судья дал инструкции присяжным и прокурорам о том, чтобы никаких упоминаний о Рашенко-Лужин, чтобы никаких упоминаний имени Трампа и тех, которые с Трампом связаны, если это не связано с действиями Менафорда в 2005-2006 годах. Сегодня читал, не помню где что, но, знаешь, с утра пробегаешь там ряд разных публикаций, и в одной публикации было написано, что команда Малера использует выражение конспираси во всех своих обвинениях. И что если, вот сейчас, если Менафорда осудят, то, в принципе, у него есть возможность у Малера добавлять смысл свой, я сейчас не помню дословно, но смысл сводится вот к чему, что в обвинении звучит конспираси, заговор. И если вот сейчас суд решит, обвинит, примет там решение, что Менафорт виноват, то к этому обвинению можно добавлять разных людей. И все эти люди пойдут под вот этой шапкой конспираси, заговор. Я не знаю, насколько это правда или верно, но во всяком случае... Ты понимаешь, о чем идет речь? Да, какая-то странная статья, потому что... Калужин... Это очевидно после того, как заявил, во-первых, Джулиани о том, что Калужин не является... Ну, об этом давно говорил Дершевиц, о том, что Калужин нет такого, в законе нет такого, Калужин не является преступлением. Поэтому, может быть, поэтому эта статья вышла, чтобы вот как-то подогреть. Ну, да, ну это, да, это чисто такая отводная статья, потому что вчера судья четко дал указание и даже где-то, ну, чуть-чуть там, как мы говорим, сорвал полкана на братву Малера. На прокуроров. На прокуроров. Именно потому что они пытались... То есть, весь, для того, чтобы мы должны это понять четко, это все равно, что, допустим, судить Васю за убийство в пятом году и пытаться привязать этого же Васю с его убийством к какому-то Пете, который украл машину в двенадцатом году. Я знаю, что там вступительное слово прокурора, он начал перечислять дома, ковры, в общем, все. И судья сказал, послушай, образ жизни, вот такой образ жизни вообще в Америке не является преступлением. Какого хрена? Вообще удивительно, вот если бы кто-нибудь из Вас, Нева Трамперов и поклонников Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Демократической коммунистической партии, послушал, следствие, вернее, Малер был назначен для того, чтобы расследовать кооперацию действий между президентом Трампом и Кремлем. И выходит прокурор в первом судебном заседании и начинает рассказывать, что у Манафорта там один, два, три дома, что у него ковры в квартире там и так далее. Это же бред сивой кобылы. Вы вообще, вы думаете, о чем идет речь, куда съехали, куда вы скатились? Это же просто уму непостижимо. Во-первых, давай начнем с того, с чего, то есть, до того, что происходит какое-то судебное заседание, для этого обвинения должно подать вот именно статьи обвинения в отношении человека. Ну, за туфтологию, простите, обвиняемого. Так вот, когда были поданы документы на Манафорта, там ни словом абсолютно не было о том, что его еще и обвиняют с Калужин. Его обвиняли там, причем самое интересное, если мы, те, которые внимательно следят за этим, в 2005-2006 году уже было следствие, и было судебное заседание, и в принципе его отпустили только по одной простой причине. Ну, там действительно ничего такого особенного не было. Но, как мы видим, те, которые сегодня разрабатывают Трампа, они очень хорошо затаили у себя на корочке своей памяти, то, что происходило с этим Полом. Вы понимаете, что его взяли абсолютно ни за что. Он был несчастным, там, менеджером Трампа меньше ста дней. То есть, он вообще не знал ни о каком Калужин и так далее. Но Трамп, кстати, задал очень интересный вопрос нашему республиканскому обществу. Я имею в виду Deep State. Он спросил абсолютно нормальный, адекватный вопрос. Если вы все знали, что это человек, которого обвиняли в мошенничестве, которого обвиняли в отмывке денег, почему вы мне не сказали в тот момент, когда я его собирался взять на работу? И это абсолютно нормальный момент. Ведь это все знали. Трамп не обязан был это знать. Но комитет республиканской партии, тот же Пол Райан, тот же Митч Макканел и так далее. Давай-ка, и почему же это произошло? Потому что Пол Райан, потому что Митч Макканел и другие члены этой верхушки, члены партии Вашингтон-Ди-Си в глубине души надеялись, что в течение полугода от Трампа избавятся. Конечно, конечно. И именно поэтому, как выяснилось, или как предполагает Раш Лимбо, провалили законопроект об отмене Обама Кера. Ну вот сегодня те, кто вообще, у кого в привычке слушать Раша Лимбо, я вас поздравляю с этим явлением. Те, которые не слушают Раша Лимбо, я бы вам очень... И те, которые считают себя действительно республиканцами, я бы вам посоветовал послушать его программу. Так вот, Раш Лимбо, он просто анализировал то, что было высказано Рабеном Йорком в интервью с Шан Геннади. Где Рамен Нью-Йорк очень четко и правильно обозначил полностью все то, что происходило во время, уже после того, как Трамп выиграл выборы. Почему республиканская партия провалила отмену закона Барака Обама, Обамакер? Потому что и Сенат, и Конгресс, Дип Стейт, Фридом Калкес, все части, я их называю не составные, а запасные части вот этой партии, они все рассчитывали на то, что Трампа в течение шести месяцев уберут. И никто из них не хотел становиться как бы в поддержку Трампу. Почему? Потому что это бы очень плохо выглядело на их политическом резюме. Так вот, именно поэтому, не Пол Райан, они не то, что они не смогли убедить Конгресс или Сенат. Пол Райан там как-то худо-бедно второй раз протянул это через Конгресс. Еле-еле-еле, там по-моему с разницей, что в три или в четыре голоса. Сенат даже в принципе не стал этим заниматься, потому что никто из них не хотел становиться в поддержку Доналду Трампу. Сегодня, вернее, через какое-то время, когда они поняли, что Трамп... Это реальная сила, и он просто так не уйдет, и они его просто так не свалят. Они ему дали вот эту налоговую реформу. Они ему действительно ее, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли. Так вот, сегодня считается, что в принципе Трамп это достаточная сила для того, чтобы все-таки протащить стену, и может быть даже как-то поучаствовать в перемене иммиграционной реформы. Потому что он действительно сегодня составляет серьезную силу, и сегодня партией республиканцев считается партией Трампа. Почему? Потому что 88-92%, в зависимости от того, какие опросы вы читаете или слушаете, 88% республиканцев сегодня на стороне Трампа. Я имею в виду не верхушку республиканской партии, а избирателей республиканцев. Поэтому это действительно сила, и с этим нужно считаться. Так вот, сегодня... Да-да, но при этом все равно существует реальная угроза того, что промежуточные выборы республиканцы могут проиграть. Да. То есть на сегодня нет никакой уверенности в том, что... Ну, опросы показывают, что... Это объясняется тем, что как бы... Всегда сторона, которая выиграла, сторона, которая удовлетворена тем, что происходит, она более спокойна. А эти бесятся. Все успехи Трампа, они только взвинчивают демократов. Они из штанов выпрыгивают. Они пытаются... То есть они настолько обозленные, они, ну, там синдром, там уже несколько синдромов определили. Там уже несколько заболеваний. Несколько болезней, поэтому, конечно, энтузиазм на их стороне, есть реальный шанс. Но с демократами понятно. Мне интересно, вот когда Нева Трампери, которые не голосовали никогда, или там, может быть, давно не голосовали за демократов, которые по-прежнему считают себя республиканцами, как они себя чувствуют в этой ситуации? Если проиграют, если мы проиграем промежуточные выборы, если, не дай бог, демократам достанется большинство в Конгрессе, может быть, даже вот это в Сенате, может быть, теоретически возможно. И что нас ждет? Что ждет эту страну? Что ждет нас? То есть все, чем будут заниматься демократы. Ну, это же понятно. Они не скрывают этого отчасти. Порой выскакивают наружу, правда, а потом они начинают, тиш-тиш, об этом не говорить. Первое. То есть на протяжении последующих двух лет они будут заниматься импичментом Трампа. Неважно, есть основания, нет оснований, они будут заниматься импичментом. Я понимаю, что Нева Трамперов это устраивает. В них тоже кипит такая ненависть к нему, что они рады этому. Значит, отменят снижение налогов. Об этом заявляют лидеры демократической партии. Значит, границы откроют настиж. То есть мало вам 15 миллионов или 20 миллионов нелегалов, которые здесь живут. Вам надо, чтобы еще приехали. Значит, опять начнет сюда поток мусульман из этих стран. Вообще возникает вопрос, хороший вопрос был на Фейсбуке. Почему мы должны отправлять наших парней на Ближний Восток воевать и в то же время принимать врагов у себя с тем, чтобы их кормить, поить, обувать, одевать, лечить и так далее. То есть мы отправляем наших парней на Ближний Восток, которые воюют там с Айсс и так далее. А потом мы принимаем целый поток этих же беженцев. Они же едут сюда. И они, причем едут к нам на шею. И нередко случается, что они ненавидят нас. Они ненавидят нас, образ жизни. И они готовы пойти. Не все из них, но некоторые готовы пойти на любые террористические акты. Хороший вопрос. Так вот, перспектива в случае, если демократы выиграют большинство в Конгрессе. Значит, открытые границы, повышение налогов. Что еще? Экономика опять. Безусловно, экономика опять. Потому что опять поставят миллион регуляйшн всяких. Абсолютно. Которые притормозят эту экономику хотя бы ради того, чтобы опять же сказать, вот вам, пожалуйста, ваш Трамп, вот он вам наделал. Это ваше счастье, что мы пришли к власти и ее остановили на 2%. Они искренне готовы пожертвовать благополучием страны. Они же об этом заявляют. Возьми пример Билл Маар. Он сказал, была бы рецессия, чтобы, так сказать, лишь бы Трампа не переизбрали. То есть, вы готовы пойти на самоубийство только ради того, чтобы избавиться от Трампа. Но это же безумие. Но я понимаю, там Нэнси Пелоси мечтает стать снова лидером большинства в Конгрессе, потому что у нее зарплата вылазит, у нее власть появится. Она опять такая важная будет, королева такая, недоумок. Выжившие изумоверней. Я боюсь, что мы немножко недооцениваем то, что может произойти. Ребята, смотрите внимательно за вот этой Алехандро Акасио-Кортес. Следите за ней. Следите. Я не говорю про Бенни Сэндерс, но вот это Нэксон, который сегодня с ней вместе идет как бы в тендеме на выборы. То есть, вы понимаете, что это уже даже сами демократы сами по себе это страшно. Но демократы-социалисты это еще страшнее. Они ведь действительно эту страну поставят на колени. И вот тут, я тебе скажу честно, я когда смотрю на списки... Незадолго до того, как Венесуэла полностью рухнула, Бенни Сэндерс показывал в сторону Венесуэлы и говорил, «Вы посмотрите, социализм работает. Посмотрите, работает, социализм работает, все шикарно работает». Самое печальное заключается в том, что молодые, судя по социальным сетям, по дискуссиям, некоторые учатся еще в университете, там есть Ирочка Губерман, она искренне верит в социализм. Или там, скажем, Машенька Чернякова, которая работает, профессионал, я не знаю, кто она, айтишница, инженер, но неважно. И она голосовала за Берни Сэндера. То есть, эти люди искренне верят в идею социализма. И таких миллионы, наверное. Ты понимаешь, самое страшное, ведь не в том, во что они верят, самое страшное в том, что они понятия не имеют, что такое социализм. Им кажется, что социализм, это вот когда человек сегодня, который там бомж, да, вот он на улице спит, а мы ему поможем. Мы ему создадим условия жизни. И почему они так думают? Потому что их убедили в этом, их профессора коммунистов. Конечно. Вот что страшно. Они не понимают, что социализм, это когда у тебя заберут, и у тебя заберут, и у тебя заберут. Для того, чтобы... У Дикер для всех, посчитали. Тридцать, более тридцати двух триллионов долларов за десять лет. Понимаете, да? За десять лет, что мы... Тридцать два триллиона долларов. Триллиона долларов. Вдумайтесь. Мы тут кричим, Трамп поднял, то есть, как говорят, из-за Трампа наш долг увеличился на полтора триллиона долларов. Полтора. Из которых 700 миллиардов ушло на военные нужды. Значит, я хочу сказать, что тридцать два и шесть десятых триллиона долларов за десять лет, это значит, три триллиона двести миллиардов, двести шестьдесят миллиардов долларов в год. Я хочу напомнить, что наш бюджет составляет четыре триллиона. Ну, я не знаю, с арифметикой можете посчитать так? Пусть посчитают, знаешь, что в сентябре сейчас будут опять вырабатывать бюджет нашей страны. Вот пусть те, которые считают, что социализм это хорошо, вот прикиньте, проследите за тем, что будет происходить при выработке бюджета в сентябре месяце, в конце сентября. Вот это действительно страшно. И плюс к этому, если мы, ну, ты знаешь, вот честно, я тебе скажу, меня единственное, что успокаивает, я себе повесил список кандидатов от демократической партии на пост президента. И вот это меня немножко успокаивает. Да, не успели, к сожалению, поговорить еще об одной детали. Демократы настаивают на том, чтобы нелегальным иммигрантам предоставили возможность голосовать. То есть русские разведчики там вскрыли почту уголовницы Клинтона, значит, это они хакнули нашу демократию полностью, а вот нелегалы будут голосовать, это в порядке вещей. Удивительные вещи происходят в стране, об этом мы будем говорить в следующий раз. Всем всего хорошего, до свидания.